Дмитрий Клещев 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 собственников недвижимости, созданных для ведения садоводства. Садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество. На огородном земельном участке разрешается ставить только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости. При этом вводится понятие садового дома – здание сезонного использования. Оно предназначено для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с временным пребыванием в таком здании. Садовый дом может быть признан жилым домом. Сразу скажу, что, возможно, это интересует больше всего наших граждан. То, что на садоводческих возможно возведение жилых помещений, на огородческих – это невозможно. Согласно документу, в садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе должны состоять не менее семи человек. Закон также определяет критерии и порядок принятия в члены товарищества их права и обязанности. Кроме того, вводятся общие принципы расчета членских взносов и цели, на которые могут быть потрачены собранные деньги. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В сообщении на сайте Кремля отмечается, что реорганизация ранее созданных объединений дачников не требуется. Отметим, что всего в крае по состоянию на 2016 год насчитывалось 282 тысячи садоводов, 1800 садоводческих объединений, использующих 34 тысяч гектар земли. Для огородничества в Прикамье используется 6,5 тысяч гектаров земли. Ужесточение закона о нелегальных перепланировках произойдет до конца 2017 года. Оно коснется как жилых, так и нежилых помещений. Соответствующие поправки уже подготовлены. Власти также обещают, что в новом законе будет прописана возможность доступа для жилинспекторов в те помещения, где есть подозрения на незаконную перепланировку. Инспекторы смогут получать доступ и по судебному решению, но в кратчайшие сроки. Сейчас для попадания в те помещения, которые, возможно, нелегально перепланированы, инспектору необходимо пройти сложную и продолжительную судебную процедуру. Отметим, что в Перми для оформления перепланировки в квартире обращаются в Центр технической инвентаризации за год от 500 до 700 человек. При этом в той или иной мере перепланировкой жилья занимается гораздо большее число граждан. Причиной, по которой власти снова решили взяться за решение вопроса с незаконными перепланировками, стал инцидент, произошедший на прошлой неделе в Петербурге. Тогда в результате нарушения правил безопасности при капитальном ремонте одной из квартир исторического дома на Каменно-Островском проспекте случилась деформация, частичное обрушение перекрытий на четырех этажах. Из дома пришлось эвакуировать 24 человека. Стоимость квартиры зависит от многих факторов, в том числе и от видов, которые открываются из окна. Так, цены на жилье с видом на Каму в среднем на треть дороже других, сообщают аналитики портала по выбору недвижимости номер 1.ру. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке с видом на Каму из окна составляет примерно 3 миллиона 300 тысяч рублей, в то время как цена обычной 2,5 миллиона. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах страны. Цены на квартиры в элитных домах с живописным видом на город стоят заметно дороже. Перми, например, владельцы четырехкомнатной квартиры в центре города с видом на Каму предлагают купить объект недвижимости за 12,5 миллионов рублей. Как говорится, надбавка для эстетов. На что тратили деньги пермики в прошлом году подсчитали статистики. Расходы на образование составили 1,2 процента доходов. В то же время статья расходов услуги ЖКХ съедала 11,5 процентов доходов жителей края. Кроме того, уральцы в прошлом году 31 процент своих доходов тратили на продукты питания. Почти в два раза меньше сумма, 17 процентов, уходила на транспорт и его обслуживание. От 6 до 7,5 процентов своих доходов пермики тратили на одежду, обувь, предметы домашнего обихода, бытовую технику, культурные мероприятия и организацию отдыха. На гостиницы, кафе и рестораны уходило 3,5 процентов доходов. На здравоохранение и алкоголь с сигаретами жители Пермского края тратили почти одинаковые суммы 3,5 и 3,3 процента доходов соответственно. На связь шло 3 процентов дохода. Не платить за коммунальные услуги стало невыгодно. Если раньше штрафные санкции за несвоевременную оплату были невелики и достигали примерно 10 процентов годовых, то вступившие в силу изменения в законодательство увеличили их сразу в несколько раз. По сути, говорят юристы, сложившаяся тенденция такого низкопроцентного кредитования закончилась и несвоевременная оплата по счетам теперь может вылиться в огромные издержки. Подробности узнаем от специалиста. Кроме того, лицо, которое несвоевременно оплачивает коммунальные услуги, но рискует получить помимо этих штрафных санкций, но необходимо заплатить госпошлину при обращении в суд она уплачивается, да, ну и понести судебные издержки, связанные с представлением интересов в суде, то управляющей организации или товарищей собственников жилья. Сколько россияне, а стало быть и пермики, смогут прожить без зарплаты? Сбережения им хватит более чем на год, а точнее в среднем на 14 месяцев. Это показало исследование финансового университета при правительстве Российской Федерации. Согласно полученным данным, сегодня в России чуть менее половины взрослого населения тратят все доходы, которые они получают. Доля регулярных сберегателей составляет четверть от общего числа опрошенных. Еще 27 процентов россиян откладывают деньги от случая к случаю. При этом в 2017 году увеличилось число тех, кто откладывал деньги на различные нужды. Основными целями сбережений в российских семьях являются страхование на случай непредвиденных обстоятельств, болезни или аварии, поддержка детей, путешествия, а также приобретение и ремонт недвижимости. По мнению экспертов, размер накоплений, которыми располагают россияне, остается в целом незначительным. Их объем обеспечивает существование семьи в среднем в течение 14 месяцев, если она останется без средств к существованию. Правда, еще год назад этот срок составлял чуть более года. Дольше всего 20-17 месяцев на свои накопления могут прожить семьи во Владивостоке, Комсомольске-на-Море, Москве, Новокузнецке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Красноярске, Уфе и Липецке. Пермь заняла в этом списке 23 место. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Клещев. Всего вам доброго.